Она говорит, смотри, вы же после свадьбы с мужем поехали отдыхать в точно такое же место. Новогодняя игрушка, тоже моя гордость. Это был набор от МП-студия. И у нас абсолютно эксклюзив от Олега. Ну тогда меня это, наверное, не волновало. Шикарно, это какой-то импрессионизм. Шапочки, шарфики, и мне очень нравится твоя ведутка. На самом деле, вот я Dimensions немножко ненавижу за эти сеточки. Питер один из самых маленьких, наверное, городов ТЭИ. Там всего 59 тысяч крестиков. Всего, действительно. Добрый день, дорогие друзья. Вы на канале Таша Майская. Мы с вами вновь на рукодельном встрече. Будем смотреть работы. Попробуем поймать девчонок, чтобы они нам что-нибудь про эти работы рассказали. Поэтому устраивайтесь поудобнее. И желаю вам приятного просмотра. Мы будем смотреть сегодня работы Насти. Настя, здравствуй. Всем привет. У Настя есть свой канал. Мы по традиции оставим обязательно ссылку в описании к этому видео. А сейчас посмотрим ее финиши. Финиши не за один, наверное, месяц, но их много. Здесь будет небольшая пасхальная серия. За несколько лет собралось. И будут последние мои финиши. Начнем с пасхального. Немножко покажи. Это разработки МП-студия. Вышивались они на пластиковый конвей. Оформила я их вот такие вот яички. Здесь фетр красиво обрезала, чтобы смотрелось интересно. А смотрится, как будто ты использовала такую тесьму, знаешь, специальную. Такая вот чуть-чуть волной. Мне хотелось добиться такого эффекта, но не хотелось дополнительно придумывать объем, дополнять для этого сюжета. Но поставила на поставки небольшие. Стоят у меня на столике. А подставки ты приобретала отдельно, да, сама? Да, да. Наборы приобретала, сразу много что. Вот еще пасхальное яичко. Тоже от МП-студии. Здесь я вышивалась по набору. Ничего менять не стала. Она, в принципе, любится. Она двусторонняя. Да. Тут поставка не влезала, потому что бисер не хотелось снизу портить. Я решила добавить немножко низа, которого там не было. Да, да. А теперь зато жестко стоит на столе. Бисерная работа тоже. Щепка, МП-студия. Есть все по набору. Тоже была поставка в наборе, что против очень удобно. Сразу можно поставить. Цвета прекрасные. Да, да, да. Сумрудность розового. Очень весеннее сочетание. Что такое веселый кексик? Это Кирина, да, работа? Да. В портусской схеме. Это был первый отшив, кстати, мне Кира дала схему, и у нее не было еще бисера подобранного. И просила меня подобрать бисер из своих запасов что-нибудь интересное. С авторством. Да. Так что веселая часть можно считать, что моя полностью. Такие мятные цвета, какие приятненькие. Так, покажу немножко птичек. Я в последнее время фанатею по птицам. Такая серия у меня есть. У нее птица, сеньгерь, синичка, тоже от импостудия, ну, очепки. И ты сама придумала сделать вот здесь бусинки. Да, по схеме здесь вышивались такие жиряковки, как вот у синички. Мне показалось, что будет интересно, если будут пришиты бусины объемные. Да, он так сразу, вот если смотреть со всех сторон, то выглядит поинтереснее. Да, он более объемный получился. Чем синица. Несмотря на то, что синица, моя большая любовь, я не объективна. Сперея, за что у глазу, хотя бы, задержаться на этой работе, можно так еще посмотреть. Оформлены они тоже одинаково. Очень аккуратно оформлены. Для меня любо-дорого смотреть. Спасибо. Ну, подбор бисер, согласись, тоже такой интересный. Есть более матовые оттенки, есть более блестящие. И очень узнаваемые. Да, да, да. То есть, без сомнения. Кто это? Вот есть еще птички у меня. Ой, какие смешные. А что это? Это что-то новенькое, да? Да, это новый дизайнер Екатерина Зайцева. И она начала делать наборы по своим схемам. То есть, все в комплекте, да? И заготовка деревянная. Да, да, все было в комплекте. И фетр, да, сзади? Фетр сзади в комплекте. И шнурочек. Я заказала всех птичек, пока у меня только две вышиты. А сколько у нее? Шесть штук. Вот сейчас новая была анонтирована, теперь их шесть. Ценая стая у тебя будет. Мне очень нравится. Они такие интересные и тоже, видишь, разноплановый бисер используется. Где-то более матовый, где-то более блестящий. Поэтому интересно получается. Но моя любимница просто лунная птичка. Здесь есть что-то такое солнечное, вроде бы желтое, но при этом видишь и какие-то темноватые. Они напоминают какую-нибудь «Звездную ночь» в Ван Гога, да? Есть такое. Тоже желтые стрески. Очень нравится. Еще немного инпостуте. Яйцо фаберже, как я его называю. Это же интересно. Тоже двустороннее. Да. Как красиво все эти яйца смотрятся вместе на пасхальном столе. Я их ставлю вот так вот окружающими пулич пасхальными. Получается очень здорово. Так, еще есть пасхальный зайчик. Это буклет Dimensions. Да, узнаваемый. Да, полностью крестиками. Я решила заменить крестиками на бисер. Вот у меня есть бисер на яичке, есть бисером вышитая звездочка. И на корзинке, видишь, здесь маленький-маленький бисер пришел, чтобы корзинка была более объемная. И он на пластиковый, да, конвейер завершился? На пластиковый. Очаровательный. Очаровательный. Что стало, так скажу, смотреться? Вот еще одна схема. Тоже по схеме Киры Родионовой, паперской схеме. Мы оставим ссылку на Киру. Мне кажется, у тебя каждый видел, да, появляется уже Кира? Да. Традиция? Ну, она очень красивая работа, Кира. И любоваться вот этим яйцом можно бесконечно. Мои любимые цвета. Мне тут пришиты два вида бисера. Есть серебристый снизу. И есть желтый и пятицкий небольшой. В серединках цветочка. Есть еще вот такая новогодняя игрушка. Тоже моя гордость. Это был набор от МП Студия. Я заменяла пластиковую конву. Она изначально была белая. Заменяла на темный-синий. Немного заменила еще бисер. Была более блестящий. В двухторон тоже вышивала. И потом в конце по мастер-классу Таше решила добавить небольшой кисточку. Кисточка украшает. Кисточку в любое изделие. Да, получилось. Но здесь она, согласитесь, здесь она прямо в тем. Да. Есть такой фонарик в восточном стиле. Произведение искусства. Кисточка сюда подходит. То, что ты сделала ее темной, просто здорово. Пусть ничто не светит. И прямо находка шикарная. И нитки на этой основе, они прямо подсветились. Теперь вся композиция с каждой завершенной. Как будто вот так и есть фонарик. Очень мне очень нравится. Да, согласен. Несколько еще работ моих на основе. Это стрекоза. Это наборы от МП Студия. Но я вышивала на 20-м каунте Марию. Через одну нитку переплетения. И оформление у меня тоже планируется прикладное. Наверное, на следующей встрече понесу, покажу. Мы будем с нетерпением ждать. Это будет чехочек для ножниц. Попробуй сделать его самостоятельно. Своими руками. Вот сверни чуть-чуть. То есть это вот такой, как треугольничек, да, будет? Да, будет вот такая вот. Вот. И вот так вот. То есть, ну, будет вот так примерно. Ну, будет очень интересно посмотреть на готовый результат. Я добавляла металлик в стрекозу. По схеме его не было. Кстати, в темноте очень красиво смотрится металлик. Он прям внестит. Ну, здесь у нас просто светло. И очень красиво. Не видно, наверное. Да, не хочет он светить. Может быть, за скокус только светило. Естественное освещение. Ну, может быть, в следующий раз получится. Может быть, да. Попробовать у окна снять, например. Немножко еще о работной основе. Это Dimensions. Вышивала я заменой основы на Еву. На табельку. Очень понравился эффект. У меня получился эффект ожженного песка, как я говорю. Как будто на ярком-ярком солнце ракушки лежат. Изначально тоже была основа, но она более бежевая. Даже не желтая, а бежевая. И мне показалось, что она слишком просто смотрится для этого сюжета. Здесь хорошо. И нити переплетения дают фактуру. Как будто бы действительно насыпан песочем. Оформление пока не знаю, какое будет. Но какое-нибудь точно будет. За оформлением ты не постоишь. Настя очень любит оформлять. Так что мы всегда наблюдаем. У нас там в уголочке сейчас засветилась уже шкатулка. Покажем, покажем. На сладкое остальное. Вот еще одна пасхальная работа. Гусик по бесплатной схеме. К сожалению, автору не помню и не подскажу. Надо будет искать это. Ну, если кому-то будет нужно, мы найдем. Тоже вышивал на Еве. Я просто в последнее время фанатею эти основы. На ней очень приятно вышивать. Но и эйски получается, мне кажется. Красивее. 28-я основа. Да, чудесно. И ты рассказывала мне про бек. Что тебе понравился черный бек. Да, мне понравилось, как здесь смотрится черный бек. Я обычно в работах заменяю черный бек на более подходящий к участку. Там темно-зеленый, например, беру или светолистья. Коричневый. Но здесь прямо все идеально, мне кажется. На себя черный бек не принимает слишком много внимания самого гуся. Смотрится графично, да. Главный элемент все-таки это яйцо. И он здесь так волшебно прямо смотрится. С этим еще блестящим бисером. Кстати, в схеме изначально бисера не было. Это уже моя придумка. Можно покрутить, поблестеть. Сплошные эксперименты. Да, я люблю. Но еще последняя работа на основе. Дракоша с какао. Это Дракоша, это тоже Кира. Тоже Кира схема, да. Я фанат. Фанат Киры, да. Здесь были мои изменения тоже. Я в шарфики добавляла волосочков, чтобы он был более реалистичный. И делала пар. С паром я еще поработаю, чтобы он был более реалистичным. Вышивала ты на кашеле, да? Кашел, 28-й аккаунт, да. Очаровательнейший. Шапочки, шарфики. И мне очень нравится твоя придумка, потому что помимо того, что здесь вот эти вот ворсиночки, вы еще посмотрите, если, конечно, будет видно, как они плетены. Там, вот смотрите, как ты это делала? Какая-то петелечка, да? Да, отдельно нарезаешь маленькие кусочки ниток, потом закрепляешь, ну, грубо говоря, завязываешь узелочек на лице. А, то есть ты каждую отдельно. Выправляешь ниточку, да. Шикарная идея, ты молодец. Ну, на самом деле, очень быстро это делалось, я думаю, что будет дольше. И очень натурально смотрится. Это, знаешь, похоже на ковровую технику, там же тоже отдельно пришивается, привязываются узелочки, вот, типа такого. Здорово, я возьму на заметку, у меня где-то был шарф, я не помню где, но он точно есть. Где-то морозом, может быть, какого-нибудь. Слушай, по-моему, на сцентлере, может быть, осеннем, там какие-то есть, а может быть, там только помпоны. В общем, мне нужен срочно шарф. Что-нибудь придумаешь. Мы переходим к главному, да? Главный экспонат. Да, главный экспонат сегодняшнего вечера. Моя шкатулка самостоятельно окрашенная. Расскажи про нее пикантную подробность, откуда она? Она из экспресса, я даже это не скрываю, это на самом деле видно, потому что она не закрывается до конца. Это небольшой, да, минус этой шкатулки. Ну, это не главное. Ты ее самостоятельно покрасила, то есть она была, ну, обычного, ой, желтого. Сейчас поправлю. У нас там форс-мажор. Ну, почему-нибудь не показать, почему-нибудь. Давай покажем, как это было сделано. Сейчас усердно покажем. Это работа от Пану. Сюжет. Пришивала я замену ее снова на Мурлана. И пришивала еще дополнительные шармики по краям, чтобы подчеркнуть композицию. Вот, вставляла я, делала пин-кип. Вот здесь можно даже посмотреть, как он выполнен. Там все прокрашено краской, там ничего не видно. И вставлен пин-кип с этой стороны. И сверху он закрывается, вот просто деревяшкой накрывается. Надо будет вернуться домой и закрепить все-таки, чтобы она не сползала. Ну, если есть такая возможность, давайте покажем, из чего это все состоит. Зато у нас есть возможность посмотреть, как там все устроено. Что ты здесь хранишь? Здесь у меня мелочевочка, которую можно носить с собой навстречу. Ножнички. С пятою, кармашки. Чехочек для ножниц. Здесь у меня тоже ножнички. Магнитик, львовочки мои запасные. Все, что может понадобиться сегодня, когда ты будешь вышивать. Ну, сшила я с собой на всякий случай, мало ли что, потребуется быстро распустить. Здесь мои бусинки из кафе Бежу. Ой, красиво. Морские. Нерцат-мерцат. И керамические, да, вот там вот с цветочками готовы. Шикарные. Прелести тоже. И здесь запасные иголочки у меня хранятся. Это небольшой органайзер для бисера. Очень удобно, кстати, если нужно что-то быстро пришить. Или кому-то что-то показать. Контрастная основа. Все, сразу можно высыпать здесь, посмотреть. А расскажи, это у тебя какая-то... Это коробка из-под печенья. А, это крышка от коробки. А вот этот материал, я вижу, он такой бахнатый. Не помнишь, что это? Не помню. Похоже на медвежонка. Что-то плюшевое, да? Да, что-то плюшевое. Что-то плюшевое. И у тебя тут край даже обработан. Вообще. Прямо... В общем, максимально просто. Зато мне хотелось вот контрастную какую-нибудь такую основу. На ней видно любой цвет бисера. Даже красный хорошо видно. За меточку. Большое спасибо за лайфхак. Пожалуйста. За показ всех работ. Придите ко мне на канал. По вашему ручкой. Спасибо большое. Пока-пока. Сравним с оригиналом. Слева вышивала Снеги и Таня. Справа моя работа. Обожаем такие. Как вам кажется, да? Включение сравнений. Какое вам нравится больше? Слева или справа? Я, как всегда, голосую за свой сюжет. Не зря же я старалась. Пусть справа. Пусть справа, да. Ну, каждому своему, да? Конечно. Не выберешь. Конечно. Зато можно посмотреть, это самое любимое, посмотреть в одном кадре, как оно бывает, и выбрать для себя. Разве. Каждому по Снегирю. Вот как нас тут много маленьких членов ульей. У нас сегодня будет небольшое мероприятие. Такие стоят ароматы. Большое мероприятие. Чтобы с нее верить. Пусть справа. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну, да. Ну, с внешней стороны, меня тоже, наверное, не особо волновало, потому что, ну, крестики как-то они в разные стороны, а вот уже то, что работа в сознательном возрасте, мне уже, наверное, внутренний перфекционист, он не позволил себе такие вольности, ну... ДимаTorzok 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 Это у нас Исакий, Спас на крови, Никольский собор, Адмиралтейство и Троицкий собор. Почему-то без звезд, но он вообще какой-то такой очень размытый. В отличие от всех остальных, он такой вот... Возможно, он в какой-то период времени был без звезд, и ты, видимо, его таким и запечатлила в своей вышивке. Так вышивается. Ну, Спас, конечно, это мешанина сплошная. Остальные соборы, в принципе, легко вышиваются. Единственное, вот, конечно, белый тяжело, потому что очень много светлых оттенков. И шахматка, да? И там сплошная шахматка, да. А ты вышиваешь бумаги? А я вышиваю, нет, по электронной схеме. Хотя начинала, конечно, я бы в бумаге тогда еще. И там бесконечная такая, да, наверное, простыня. Да, бумажка. Не помню, восемь листов. Где-то схема. Очень красиво. Ну, на самом деле, Питер один из самых маленьких, наверное, городов Тэй. Там всего 59 тысяч крестиков. Всего, действительно. Потому что у меня еще лежит Лондон. В нем больше 70 тысяч уже. Ну, и ты будешь, естественно, оформлять. Это будет в раму. Ну, да, я уже заказала бакет, он уже как бы ждет меня, чтобы, да. Я почему сегодня принесла? Потому что больше шансов увидеть его не будет. Потому что я его сразу оформлю и подарю папе, и все, он будет у папы жить. Понятно. Ну, тогда пользуемся моментом. Наслаждаемся этой красотой. Сейчас я покажу еще немножко деталей поближе. Я знаю, у меня есть много любителей Тэй. И здесь есть на что полюбоваться. Есть металлик, да, и в работе. Отвратительный металлик. Не очень, да. Очень рвется. Вообще, вышивать им тяжело. Красивая работа. Масштабная. Огромное спасибо, что ты нам ее показала. Ну, у Тани там вот... А вообще я специализируюсь по всякой мелочушке. Вот. Пока что, да. У Тани, да, здесь много-много оформленных. Это у нас совиный лес. Да, зимние птички. Ты здорово придумала. Прямо их вот так вот уже в рамочке. Много-много птичек. Посмотрим их все. Как тебе эта работа? Машевалось легко. Они простенькие. И здесь есть бисер, кстати говоря, да. Что совинному лесу не совсем свойственно. То есть больших работ, по-моему, не идут. Да, они же... Ну, они предлагали и без бисера. Но мне понравилось бисером. В принципе, я очень люблю добавление бисера в крестики. Они становятся более интересными, да. Да, я смотрела. Но я вот взяла с собой. Шикарные птички. Так. Добрались. Восемь штук. А, вот. Я не той стороной. Это сеничка. Я узнаю. Я узнала. И снегирики. И снегирики. Да. Мои самые любимые. Ты так серийно подошла. Красиво. Ну, я участвовала в серийной академии, поэтому... А, положено было, да? Надо как можно больше... И здесь у нас мелочи. Да. Много-много. Это пока еще не полная серия. У меня еще одно яйцо лежит. Оформляла ты, получается, и ленту, да, и фетр собрала. Какое яйцо у тебя самое любимое? Ой, я когда их вышиваю, все люблю. Потому что залипаешь на переливах этого бисера, и... Это нечто. А вот это я видела у меня. Да, это самое последнее мое. Птенчик. Ну, вот, наверное, с сайтом и с птенчиком какие-то они такие самые менее... Менее симпатичные, да. Да. Не знаю, почему. Ну, посмотрим. С цветами и насекомыми как-то мне, наверное, больше нравится. Вот. Посмотрите обзорно. Какая тут красота. А это у нас подушечки. Расскажи, что это? Это тоже савиный лес. Расплатная схема. И меня вот пробрало на сороковой каунт и на шитье подушечек. Ну, она очень милая. А чем ты ее набиваешь? Холлахайбер, да? Да, холлахайбер. Нет. Единственное, я думаю, что надо пришить еще какой-нибудь хинель по канту. Ой, а это тоже классно. А это тоже савиный лес, но это кусочек от большой схемы, центральный элемент. Тыквы всеми любимые, подсолнечник. А вот эта зеленая тоже получается тыквы. Да, ты уже такая классная. А, типа патиссоны, наверное, да? Ой, классно. Это у нас ниточка вышивала полностью схему. Я увидела и решила, что подушечки будут очень хорошо. Это еще одна моя любовь. Дизайнер Алина Игнатьева. Дельмовочки, я их всех вышиваю. У меня уже больше 15 штук. Здорово. Очень симпатичные. И домик тоже. Это Алинин. А Шармин. Ну, по набору там была пчелка предложенная. У меня пчелки не было. Слушай, ну ты классную бабочку нашла. Нашлась бабочка. Она здесь очень темно. Куда же без алкоголя? У меня вышита вся гибная вишня алкоголь. А это что у нас? Это сказочный ветер, по-моему, называется группа. Вот у них СП по конфеткам. Каждую неделю шьем по конфетке. Шьем по конфетке. Как пытаюсь правильно питаться, так хоть вышить что-нибудь сладенькое. Мы все посмотрели? Да. Очень красиво. Огромное спасибо. Пожалуйста. Шикарнейшая подушка. И посмотрите, как она невероятно оформлена. Просто шедевр. Большая, мягкая, красивая. Тут, по-моему, бархат. И шнурочек. Просто грандиозно. И смолния. Будем знакомиться с Ирой, с ее работой. Так. Я ее спросила. Ира, у тебя есть что-нибудь здесь на столе? Она сказала, у меня всего две рамки. Достаточно для семьи. Представляете? Ну, это, конечно, шутка. Потому что работы очень красивые, оформленные. Просто потрясающе. Расскажи нам, что это. Это, по-моему, называется «Вся вселенная в тебе». Это авторская? Да. Это немерийская света. Наверное, года три она у меня лежала неоформлена. И вышла просто за, по-моему, неделю. Хотя она довольно сложная сама по себе. Ну, в принципе, авторская. Автор этот славится тем, что сложной достаточно работы у нее. А сложность в чем? Смена нити или... Здесь очень много смены нити. Здесь очень много бэка. Здесь мне пришлось перешивать бэк на лице у девочки. Там не подходила нитка. Вот. И мне автор заботливо показал... Ну, дала мне номер нитки, чтобы было видно лицо. Но выпороть вот эти мелкие стежки было очень сложно. И тут, на самом деле, намного больше бэка, чем видно. Вот. Ну, и французские узелки я заменяла. Немножко облегчит себе жизнь. Здесь два размера бисера получается. Вот, связное небо. И на платье у девочки, да? Как... Это 15-е и 11-е, да? Да. Ну, бисер я сама подбирала. Вот. Вообще, прям влюбилась в эту работу. Она мне прям в душу бреет. Такая она очень, мне кажется, уютная. Очень характеризует какие-то... Какой-то такой семейный очаг, мне кажется, да? Вот прям, когда пара, вот, друг с другом. Очень нежная работа. Вот. Она нежная. Здесь видно, что любовь-любовь. Теплая. Да. А рамка, это обычная рамка с Леонардо. Я ее красила маслом. Запонировала бабу. Два цвета. Да, я ее сначала тонировала, потом еще прокрашивала темным маслом. И потом еще шкуркой сверху проходила, немножко осветляла. Очень красиво получилось. Это твой Зайка. Это Зайц. Это совсем недавняя работа. Она буквально за день вышивается на самом деле. Это Витланка, да? Витланка. Да. Здесь, получается, белый бисер по ключу. По ключу голубые нитки все. Потом Эдинбург по ключу. Но, получается, я заменила шерсть от Риолиса на Клаута Гаммы. Вышивала в две нити. На таком каунте это было, конечно, очень сложно. Ну, видно, видно. Но он такой мохнатый. Он немножечко такой уютный, мохнатый. И голубой бисер. У меня не было по ключу там бисер-люхил. Я вот заменила на топ. Он немножечко у меня поярче. Мне кажется, он так получше смотрится. Да, да. Ты знаешь, он так выделяется сразу. Вот мы смотрим издалека. Конечно. Очаровательный Зайчик. Я честно говорю. И еще у тебя очень-очень атмосферное. Конечно, не так. В моем топе твоих сегодняшних. Вот. На первом месте. Домик. И здесь все идеально. Прямо погружаешься сквозь вот это дерево. Хочется попасть туда. Внутри. Это панна, да? Спасибо. Да, это панна. Это новинка панны. Там в оригинале коричневый домик. Мы увидели с подружкой Ангар. Смотри, вы же после свадьбы с мужем поехали отдыхать в точно такое же место, только зимой. У меня совсем новая семья. Мы в декабре только расписались. И мы вот в декабре уехали в такой же все красный домик. Я меняла, получается, цвета с коричневого на красный. И у нас прям эта свадебная метрика стала. Слушай, ну не зря. У меня даже мурашки побежали. Вот смотри. Все мурашки. Да, здесь как бы так же покрашена была рама. Причем я красила четыре раза раму. Вот с первой работой. Они как бы вместе в тандеме у меня висят. Такой у меня уютный уголок получается. Я все покрасила для мишки раму. Мне показалось, она темной. Потом пошла в магазин, купила другое масло. Покрасила еще раз. Оказалось вообще не так. Потом я смешала еще несколько цветов масел. Покрасила вот такие две рамы. Здесь тоже все пройдено. Получается, тонируется маслом. И внутри все изъяны я проходила темным еще маслом. Все это как-то вытирала, вымешивала. В общем, полным творчеством занималась. А в результате они уже похожи, да? Они похожи получились. Я пока все это высушивала и все делала. Сделала здесь продиры. И оказалось, что сюда подходит больше темная рама. И как-то оно вот так вот сочетается. Здесь немножечко посветлее цвет оказался рамы. Но мне кажется, очень гармонично в принципе оно вместе получилось. Ну, оформление шикарное. Это можно? Я прям тобой горжусь. Я тобой вдохновлялась. Серьезно? Да, я посмотрела твои видео, как ты кратишь рамы. Думаю, ну, раз я не могу не найти ничего подходящего, а у меня это... Ну, как-то хотелось прям самой оформить, чтобы туда максимально вложить свои эмоции. Получилось здорово. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Посмотрим работы Оли. В кадре она будет, оказалась. Мы ее обязательно покажем в следующий раз. Рассказывай, что это у нас. Это у нас савиный лес. Вышивала я... Мне этот набор был подарен на день рождения моей подругой. Вышивала я его... Схема была как бы и нитки, не набором. Ткань мурана. Я взяла 779-го цвета. Очень красивый цвет. Он сюда подошел. Смотрится, дорого. Дорого, да. Это мой первый савиный лес. Мне очень понравилось. Вышивала ты нитками с переходом? С переходом. ДМС или ПНФ? ДМС. ДМС. ДМС были в наборе, да. Очень получились птички нежные. Вот первый раз вышивала нитками с переходом. Мне понравилось. Есть свои особенности, но в принципе ничего. Как положено, закрывала каждый крестик. Где-то, да, большие участки полукрестом и обратно полукрестом. То есть где вот веточки по одному крестику закрывала. Ты изнанку показываешь? Можно посмотреть? Можно посмотреть, да. Давайте посмотрим изнанку. Оля у нас бесстрашная. Но изнанка у нее красивая. Но ты очень аккуратно вышиваешь. Но на самом деле я заметила, что чем фрагментами цвет идет, тем красивее выглядит изнанка. Есть такое? Ну, конечно, есть такое. Ну, немножко я переживала, что вот эти вот розовые цветочки сольются. Ну, вроде как все нормально. Издрика, кстати, выглядит не как изнанка, а как вполне себе готовый сюжет. Посмотрим обратно. Посмотрим обратно. То есть вот, да. То есть вот, да. Очень мне понравилось, как выглядит вот эта салфеточка, потому что на превью она была совершенно как-то вот... Ты что-нибудь планируешь с этой работой делать, оформлять или будет пока лежать? Пока нет, потому что есть вторая работа. А, будет пара. Пара, да. Подарена парой, поэтому... Ну, там на самом деле в серии их четыре. Это синишейки, есть синички, клесты и еще какие-то птички, я не помню. Четвертые. А это кто у нас, я прослушала? Это синишейки. Это варакушки. Ммм. Ну, все, день прошел не зря. Кстати говоря, у нас... Вот, на этой вышивке яички, на у синичек птенчики, и у других тоже. У кого-то яичек, у кого-то птенчики. Здорово. То есть вот, как вот интересно у них сделано, да. Ну, я люблю птичек, поэтому... Да, и мы сейчас об этом очень хорошо узнаем. Это тоже работа Оли. И в полной мере мы видим, как Оли любит птичек. Да. Dimensions. Подскажешь, как называется работа? Работа по-английски, я не помню как, но типа «Безумный пер» она называется. Ну, тут все собрались, все. Как у птиц, порода? Нет, не порода? Ну, вид, да. На самом деле я потратила немало времени, отыскивая какого вида... То есть ты разобралась, кто из них кто? Я так и не разобралась. Я вот знаю, это кардинал. Это кардинал, да. Это кардинал. Это синяя слоика. Слоика, да. Ну, тут видно, что есть синица и есть один вот... Синица это вот эта? Нет, синица вот эта вот. А, да. Какой-то вид синицы. Есть один снегирь вот с красной грудкой. Самое интересное, что вот эта вот синенькая наверху тоже какой-то кардинал. Ну, мы такого не знаем. Мы все знаем вот этих красненьких. Я абсолютно не нашла вот этих вот желтеньких. Что это за птички? Может, нам твои зрители подскажут? Да. Только у нас есть орнитологи. Да, птицы американские, поэтому надо искать в американских каких-то каталогах, смотреть, что за птички. Мне невероятно нравятся сеточки. Вот расскажи, ты мне рассказывала. Вот эта сеточка в одну нить вышелась? Эта сеточка, да, сделана в одну нить. На самом деле, вот я Dimensions немножко ненавижу за эти сеточки. Они обожают их везде лепить. Сеточки делать сложно, чтобы они были именно сеточками просто переплетения. Нет, это вот так не получится, поэтому у тебя получилось шикарно. Вот здесь ты делала в одну нить. Это просто мулине. Мулине бэк. А вот здесь по схеме было в две нити белого цвета. Но сам по себе бэк в две нити выглядит немножко ужасно. Я заменила, у меня не было DMC перле такого цвета. Я заменила на нитки кушевницам. Но они, кстати, более доступны по цене. Они немножко более скручены. Но их перед вышивкой я советую немножко раскрутить, чтобы они подраскрутились. И они будут более мягче. Но эффект шикарный. Эффект такой 3D получился на сеточке. Но особенность работы очень много бэк. Вот это меня замучило. Вот здесь, кстати, на крылышках заменен бэк на перле. Вот это белое перле. 12 номер. Очень интересно. Посмотрим изнанку? Да. Я просто смотрела без вас. И я от нее была в восторге. Мне очень понравилась обратная сторона. И вот эта сетка, она просто невероятная. Даже с оборота. Ну и полюбуйтесь, какая у Оли изнанка. Не каждый ее показывает. Ну вот. Ну изнанка, я считаю, просто она не идеальная. Она аккуратная. Она очень аккуратная. Да. Чем сложнее вышивка, тем сложнее изнанка. Изнанку делать идеальной. Но на мой взгляд, все-таки главное это все, да. Прибуемся еще секундочку на птичек. И скажем большое спасибо, Оли, за комментарии. Пожалуйста. Спасибо. Огромное спасибо, что посмотрели. Благодарю вас каждого за комментарии, которые вы пишете. У меня не всегда получается вовремя на них отвечать. Но не сомневайтесь, прочитаны все от самого первого до самого последнего. Ставьте лайки. Подписывайтесь, если вы вдруг еще не подписаны. И, конечно же, приходите в гости. Я желаю вам всего самого-самого доброго, друзья. До новых очень скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok